Здравствуйте, дорогие датчики! Зима вступила в свои права и показала свой нрав. Ну как, жарко у нас в магазине со снегоуборками? Да. Да. Те покупатели, кто наконец надоел вручную грести снег, ринулись в магазин на приобретение снегоуборочной техники. Кто не приобрел технику или у кого есть техника, давайте мы еще раз поговорим, как ее настроить, как подготовить ее к зиме. Вот у нас стоит снегоуборочная машина. Для того, чтобы она хорошо работала и скользила, нужно поставить вот эти вот лыжи на небольшое расстояние ниже, чем вот здесь вот находится нож. За счет этого она не будет задевать за препятствия. Вот для этого я беру вот такую дощечку, приподнимаю снегоуборочную машину, ставлю нож на дощечку и опускаю лыжи. Толщина доски у нас идет полтора сантиметра. Следующий момент подготовки снегоуборки к сезону – это проверить натяжение ремней. Как это делается? У снегоуборочной машины, у любой, имеется специальный кожух. Вот он находится вот здесь, вот посередине машины. Этот кожух надо снять. Вот, посмотрите, вот у нас один вал, и на нем находится два ремешка. Вот мы выживаем сцепление, прижимается вот этот ролик. Этот ролик влияет на движение колес. Следующий ролик большой прижимает вот этот передний ремень. Этот ремень отвечает за работу ротора. Поэтому прежде чем запустить машину после долгого стояния в гараже, надо проверить, в каком состоянии у вас находится ремешок. Насколько плотно происходит натяжение. Если есть какие-то люфты и движения, то на рычаге имеется болт, к которому прикреплен тросик. Тросик со временем может вытягиваться, могут ослабливать вот крепление и фиксация тросика. Поэтому вам просто необходимо для того, чтобы подтянуть ролик, просто подтянуть тросик. И тогда ваш ролик будет очень плотно прилегать к ремешку. Поэтому очень часто выпал снег, не сделали необходимую подготовку, начинает работать. И очень обидно бывает, когда рвется ремень, потому что просто элементарно не подтянули прижимной ролик к ремешочку. Установили мы на нужную высоту лыжи. Подтянули тросики, чтобы наши ремни не проскальзывали. Теперь надо убедиться в том, что у вас есть запасные срезные болты. И если попадает какой-то посторонний предмет, то срезной болт срезается, при этом не повреждая ваш редуктор. Давайте посмотрим, как работает снегоуборка уже в деле. Сейчас вы сами уже, как говорится, что нужно делать. Держите, ключ. Начинаете. Вот вы подходите с утра и, значит, начинаете эксплуатировать машину. Вставляем ключ. Да, размыкаем контакты, ключ зажигания. Совершенно верно. И, значит, сейчас вот эту часть мы ставим на закрытую дроссельную заслонку. Закрытую. Да. Теперь у нас как бы все это есть. Подсосы? Да. Подкачиваем три раза. На праймер нажимаем. Ручку стартера. Прежде чем дергать, убедитесь, что есть сопротивление. Вот. И после этого дергать. Еще разок. Все. Теперь вы подсос ставите на спротивление. Среднее положение. Да. Чтобы машина прогрелась. Ну, с тем, что масло теплое, мы уже можем открыть дроссельную заслонку. То есть повернуть этот рычажок до отказа вправо. Поворачивайте. Рычаг. Не только в этом положении мы начинаем работать. Иначе, если будем работать на этом положении, у нас свеча будет черная и машина заглотка. Далее. Смотрите. Теперь определится, какие органы управления, что у нас движут, что у нас бросают. Вот этот рычаг, если мы нажимаем, машина начинает двигаться. Это, значит, рычаг у нас движения. Стоп, 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 стоп. Стоп. Не двигаемся. Значит, этот рычаг выброса. Вот. Нажимаем, и здесь уже вот полетел снежок. Включайте сначала выброс снега. Куда полетит. Чтобы машина уже поехала. Вот. А полный газ мы не хотим дать. Стоп. Давайте полный газ дадим. Потому что она будет мало бросать. Чем мощнее газ, тем больше выброс будет. Полный газ. Сначала рычаг этот. Ну, наконец-то пришла зима. Я надеюсь, что надолго. Покупайте хорошую технику и работайте с энтузиазмом.